Всем позитивного времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Evil Fluff, и сегодня мы с вами посмотрим на, как бы смешно не звучало, возможную прибыльность статиков шестого тира в Желтых Землях. После чего посмотрим на статики Красных и Черных Земель. Друзья, несмотря на обновление Горизонты и молниеносный патч в истории всех обновлений и их последующих патчей, все становится только немного хуже в плане соло игры. В группе от трех человек прекрасно качаются и относительно не так уж плохо падает лут. Но все же основная профитность кача фоймы в статиках именно в трио. Все показанные ранее билды я перепроверил, они актуальны до сего момента, как для скипа, так и для соло кача с фармом. Для комфортной аннигиляции красных медалек в соло нам стоит иметь 1750 и П+. И как я не старался смотреть и чистить соло мобов, я считаю его не совсем актуальным занятием, если честно, на данный момент. По соотношению затраты времени равно получаемое серебро с пола в фейм. Скип куда профитней. Но у каждого свое мнение на данный счет. Один из возможных доводов обновления. И лагеря, дескать, пойди попинай мобов, сундуков и мобов, поднять выйдет много и я бы с вами согласился. Если бы не пара но. Книги только в зеленых сундуках. И то порезали теперь по отношению с прежним их количеством. А вот синие, фиолетовые и лига заносят немного серы, но никакого фейма. Возможно дело в рандоме, не спорю. Но мне фиол и оранж сундуки сыпали лута, но не феймы в книгах интуиции. Что также вызывает вопросы по прокачке персонажа. Но вот прокачка в три тела делает его намного эффективнее, чем где бы то ни было. Исключение лишь в группике, там профитней. И я не знаю почему разрабам понравилась данная цифра, но... В ней все и ограничилось к сожалению. Никакого прираста по луту и фейму с серебром при прокачке в группе из пяти человек и более не было. Что немного расходится с их словами о необходимости собираться в большие группы для получения большего профита. Посьмем в лапшу с ушей, собрались с ребятами и пошли тестировать. При игре в соло выгодно только скипать. Скип сеты найдете в предыдущих роликах, ссылочки в описании на фарм и скип пятого статика в желтых и черных землях. Посох кровавой луны не так уж и плохо справляется с данной задачей. Затруднения лишь на красных медальках. Из-за того, что в форме волка мы милишник и если против нас какая-либо магичка, которая нагадила вокруг себя всякими кругами с проклятием, то мы будем испытывать проблемы. Во всех остальных случаях все довольно таки стандартно проходит. Призыватель теней. Несмотря на нависшую было над ним тень, все успешно преодолел и так же прекрасно все забирает в соло. Можно пойти качаться на мобах в статике во время сплочения и без него, зная пулы мобов. Спокойно можем там фармить, по фейму друзья, ничего конкретного называть не буду, ведь все зависит от того, как и в какое время вы будете фармить. Но у меня выходило от двух лямов феймы, забирая так же феймовых босиков на крыше. А так же имея сотые мастерки на предметах, мы будем зарабатывать от 500к свободки в час и выше, друзья. Обращаю ваше внимание, от данных сумм все будет зависеть от вышеперечисленных факторов и времени фарма, а так же бонусов, что будут на вас. Бонус к славе мобов на вашем оружии, обед, клятва рыцаря и все тому подобное. Авалонские чаши, а так же бонусы с убежища, как и прочих возможных бафов на славу. Учитывая сказанное, все так же неплохое место для фарма, которое благодаря всему перечисленному будет лишь увеличивать данные суммы феймы, что мы сможем там зарабатывать. При занятии с кипом у нас не будет фейма, разве что с босиков и мобов, что будут на сундуках. Но по луту в среднем будет выходить от 370к до миллионов и миллионов. Вы видите на экране лут, что вышел у меня при скипе за одну еду, то есть полчаса, не считая дороги к статику и обратно. Но все будет зависеть от рандома, друзья, так что у каждого может падать лут по-разному. Примеры открытия сундуков вы видите на экране. Нам может упасть соло с сундука на 1 миллион плюс, либо всего 7 тысяч. Все зависит от типа сундука, малый, средний, большой и легендарный, а так же его цвета. Возможно нас преследует проклятие зеленого сундука, что ничего по сути нам и не принесет, в большинстве случаев. Бывают редкие исключения, синий, фиолетовый и оранжевый, либо золотой, или кому как удобнее так его и называйте. Потому и прибыль будет сильно варьироваться для каждого игрока индивидуально. На призывателя используем все те же предметы, что и в статике пятого тира в желтых локациях. В 1650 и П+, сможем комфортно забирать не только мобов во время сплочения, но и желтые с оранжевыми медальки. С красными все будет не так просто, и с командиром гвардии, а так же повельнительницей демонов у нас возникнут проблемы из-за нехватки мощности. Со всеми остальными явных проблем не возникало. По фейму с боссиков желтые медальки будут приносить нам в среднем 30 тысяч славы и 220 очков фракции. Но все зависит от типов боссов. Там вариации будут от 29 до 34 тысяч славы в среднем, без учета возможных бонусов. Чем больше феймы, тем больше очков фракции мы естественно будем зарабатывать. Оранжевые медальки дадут нам в среднем 60 тысяч славы и 480 очков фракции плюс. Красные же боссики будут заносить нам от 190 тысяч. В среднем же будет выходить 200 тысяч плюс и от 1400 очков фракции. Чем больше на нас всяких плюшек и бафов повышающих фейм, тем больше естественно мы будем зарабатывать фейма и очков фракции. При фарме в дуо мы получим немного больше славы с мобов, но особого профита и разницы, если честно, я не ощутил, сужу со своей колокольни. Разве что спокойно сможем фармить весь статик и всех боссиков в нем при сборке дд плюс хилл. По славе диапазон прироста славы примерно от почти 1000 до 20-30 тысяч на боссиках. Все зависит от его вида опять-таки. По луту также сильных изменений нет, просто 100% лута делится как всегда по-честному в скобочках на двоих, давая 50% каждому. А вот при фарме в группе из трех человек, значительно вырастает зарабатываемый фейм и лут в сундуках. По заверению разрабов, за фарм в группе из трех человек мы получаем дополнительно плюс 50%, что на самом-то деле значительно увеличивает зарабатываемый фейм на 20% для каждого члена команды. Как и лут сундуков на 50%. И сколько бы и как я не тестировал, на самом деле это самый оптимальный вариант для скоростной прокачки и заработка в статиках. При увеличении группы до 5 человек и более, никаких изменений не происходит в лучшую сторону во всяком случае. А потому и фармить достаточно, собравшись с парой друзей и пойти аннигилировать все, что там движется. Друзья, я намеренно изменил подачу информации по статикам ради эксперимента. Далее будут примеры открытия сундуков с мегалутом внутри, а также примеры способностей мобов, что будут нам встречаться в статике. Как и пути движения по крыше, первому и второму этажах и используемые предметы для данной активности. Подробнее описание скиллов в предыдущих роликах по ссылочках в описании. Итак, давайте начинать. Друзья, вот так будет выглядеть наша сборка на аннигиляцию боссов. На голову капюшон призрака со способностями озарения и гармония разума. На тело берем адскую куртку с саурой вампиризма и гармонией разума. Ноги с сандалией культиста. Энергичная пробежка, если проблемы с манной. Либо гниющая земля для порезки сопротивления. Пассивка агрессия. При необходимости для подстраховки я беру с собой эликсиры энергии. В левую руку череп трофей для увеличения урона с руки, урона от способности, а также восстановления. В левую руку призыватель теней. На кью проклятая смола. На в проклятый луч. Ешка внутренняя сила. И пассивка энергичность, как один из вариантов решения проблем с энергией, либо яростной. Для увеличения урона. Авалонский плащ. Для того, чтобы не агрить лишних мобов и бить сугубо ту пачку, которую мы заагрили. Из еды жареная свинина. 7, либо 7,1. Для увеличенного восстановления здоровья. И в основном использую большой эликсир здоровья для восстановления здоровья. Подробнее о всех скиллах, зачем они нужны и как применяются, вы сможете узнать. Посмотрел предыдущие ролики, где я все подробно объясняю. Ссылочки в описании. Используем обязательно какой-либо вид транспорта с грузоподъемностью. Ну и сумку. Чем больше, тем лучше. Я же беру на всякий случай кошель. Пусть и дает меньше веса, чем сумка, но при необходимости можно переключить на увеличение славы, что мы получаем. Либо свободки. Это билд для зачистки мобов и босиков. Для скипа мы будем использовать корень природы для увеличения нашего здоровья. Кровоопускатель с кьюшкой для мобильности. Смертельный взмах. Вшку метательные ножи. Нам нужно попасть тремя ножами по трем разным целям. С тем, как там расстановлены пачки мобов, проблем не возник. Ешка. Смертельные удары. Большая мобильность, но применяем крайние мобов. Нередко из-за увеличенного расхода энергии. Пассивка. Скорость автоатаки. На голову используем колпак ученого со способностью силовое поле. Для того, чтобы оттолкнуть кого-либо от нас в мобов. Пассивка. Эффективность. Для снижения расхода энергии. На тело берем куртку убийцы со способностью засада. Просто для невидимости. Пассивка. Находчивость. Для сокращения времени восстановления наших способностей. Сандалии из сказочной чешуи берем на ноги. Со способностью эфирная форма. Обратите внимание, друзья. Две секунды. Пока идет применение данной способности нас могут бить. И урон в нас будет входить. Учитывайте это. Пассивка. Эффективность. Для того же снижения расхода энергии. При эскипе берем баночки. Малое успокаивающее зелье. 3-1. Поскольку у третьего тира 3 секунды инвиза. У 3-1 4 секунды инвиза. Но и стоят они дороже. Ну и на всякий случай я беру с собой инструменты. Также для подстраховки на некоторых красных медальках для призывателя. Можно использовать жареный окунь. Увеличивает наше здоровье максимальное. А также кражу жизни. Пускай не так как жаркое. Но все тоже эффективно. Теперь давайте же посмотрим на сами маршрута скипа. Крыши первого этажа и второго. Друзья. Процесс скипа происходит довольно просто. Начинаем. Ну. Я опишу свой метод скипа. Вы же решайте и поступайте так, как вам будет удобно. Я всегда начинаю с верхнего этажа. То есть крыши. Пока мы движемся к ней. Мы можем спокойно переставлять необходимые нам предметы. Банки, зелья и все с этим связанная еда также. Можем использовать капустный суп для ускорения восстановления здоровья между пачками мобов. Дожидаемся пока мобчик отойдет и спокойно протискиваемся не агря лишних мобов. Здесь можно забежать на ящерки. Я видел часто ребята делают. Ну или на маунте. Заскакивают куда нам нужно. Их спешивают и они тогда прожимают баночку. Можно и так. Ее же удобнее просто дать вышку. Заскочить внутрь и при помощи нашего плащика. Точнее курточки. Все отогрить. Как только отогрили, переспитиваемся. Ожидаем отката способностей. И начинаем все зачищать. Зачистив одну пачку мобов, ожидаем восстановления наших способностей. После отката всех способностей спокойно забираем восик. После убийства босса спекаемся. Дальнейшие движения также проделываем на ящерице. Не спешиваясь. Ну и стараясь естественно не агрить лишних мобов. Вот здесь друзья есть так называемая стойла. Мы заходим вот сюда и отогреваем всех мобов. Ну и поскольку мобчики отбежали, то кто-то здесь уже пытался их забрать. Здесь есть несколько вариантов. Мы можем зачистить здесь площадку и начать чистить отсюда. Но тогда, выведя вот этих мобов, вот эту кучку сюда и забрав их, нам придется с тремя копейщиками и арбалетчиком сражаться. Либо можно просто зайти с другой стороны и пойти путем наименьшего сопротивления. Переспекиваемся опять в боевой билд. Не забываем менять баночки. Еда у нас та, что нам и нужна. Не забывайте обращать внимание на еду, друзья. Это важно. Иначе может сыграть с вами злую шутку. Такая ошибка. А ремонт достаточно дорогой у нас выйдет. Ожидаем отката наших способностей и агрим вот эту грубку мобов, выводя ее на ступеньки. После чего спокойно убиваем. Теперь мы можем спуститься вот сюда вниз и подождать восстановления наших способностей. Для того, чтобы выманить босса, нам не нужно влетать и любить как-либо в него. Агрим крайнего мобчика, что стоит там, и выбегаем. Главное не слишком разрывать дистанцию. И вот в этой точке мы можем спокойно их забирать. Бьем вначале просто моба, а не босса. Ну, либо босса, и моб потом зальется попутно. Решать вам. Кому как удобней, так так и аннигилируйте. Восстанавливаем здоровье, способности и после этого заберем вот эту грубку, добравшись до сундучка. Их можно забирать прямо здесь, не отходя от кассы. Восстанавливаем здоровье. Маунтапаемся и направляемся к последней, третьей точке интереса на крыше. При маршруте своего передвижения также запоминайте, смотрите и не агрите лишних мобов, ведь это означает, что наш маунт получит лишний урон. По пути можем переспекаться на скип, кто еще не уверен в своих силах, но можно этого и не делать, ведь здесь мобы спокойно могут отогреваться. Просто нам нужно зайти вот в этот коридорчик, став между двумя группами мобов. И от нас все отогрятся. Дожидаемся вот этих вот двух ходяшек, арбалетчика и песеля. И спокойненько их аннигилируем. О. О. Как всегда, дожидаемся восстановления наших способностей и спокойненько забираем вот этого лейтенанта гвардии. Продолжение следует... Спокойно забираем лейтенанта и все. Наши дела с крышей закончены. Отправляемся внутрь. Спокойно забираем лейтенанта. Не говоря уже о том, что медальки без сундучков я, если честно, не всегда трогаю, только если она оранжевая, либо же красная. Заранее одеваем наш скип сет и заходим внутрь статика на первый этаж. Как только зашли в статик, мы сможем подойти к одной и другой стороне, к стеночкам и узнать, где какие босики. К примеру, здесь мы видели, что желтый. В центре нас ожидает оранжевая медаль. Босики также здесь и здесь. Вот. И сюда выгоднее идти, поскольку здесь в центре оранжевая, здесь оранжевая. И таким образом мы сможем проскипать наиболее выгодным для нас путем. Друзья, учитывайте тот факт, что эти босики двигаются, и если их сразу не видно, возможно он отошел вот сюда, в эту крайнюю точку. Поэтому иногда стоит и подождать. Здесь можно подождать, пока вот этот арбалетчик отойдет, чтобы спокойно кинуть вэшку в этих мобов и пробежать, не получая лишнего дамага. Кидаем нашу вэшку, даем кушку и мчим. Не забываем постоянно применять наши мобильные способности. Даем кушку и вот здесь я даю вэшку, после чего можно прожать сапоги. И не забывайте, нам нужно зайти в левую часть, друзья. Именно в левую. И вот здесь остановиться у порога, где к нам не достает ни одна зона агромобов. Спокойно переспекиваемся. И ожидаем отката способностей, а также восстановления здоровья. После чего начинаем планомерно зачищать мобов. Их можно выводить либо сюда и бить здесь. Либо есть еще одно место, вот здесь. Между кроватями мы можем зайти сюда и спокойно забирать босика. Или мобчика, или мобчика в... Кому как будет удобней. Запинав его, можно конечно зачистить всю комнату. Тем более мобы здесь, как вы видите, не сильные. Но я предпочту подождать босса, спокойно забрать его. Потом вот этих двух верхних мобчиков. И как только мы тронем сундук, к нам прибежит один правый моб. Который как раз таки и будет мешаться нам, чтобы открыть сундук. То бишь не агре лишнего. Стоим вот здесь. И как только он начинает движение, сам к нам подходит, мы начинаем его забирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно забрал босса. Ожидаем восстановления наших способностей. После чего будем забирать вот этих двух центровых мобов. Что стоят и сторожат наш сундучок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А иногда даже и не нужно никого трогать. Нам сразу же открывается наш сундук. Тридцать одна тысяча. Такое себе. И вот сплочение. А это большой шанс красного боссика. Ожидаем восстановления наших способностей. И аккуратно по надстеночкой стараемся не агрить лишнего, друзья. Здесь, возле правой колонны и стенки проходим. Поджимаемся сюда и нажимаем наш плащик. Поджимаемся вот сюда за колонну и быстренько переспекиваемся. Ожидая отката наших способностей. После чего мы можем пойти сразу чистить проход к боссу и центр. Либо просто пробежать под инвизом к боссу и возле сундучков там забрать его. Но это требует навыка и понимания. Поэтому я бы для новичков советовал более лайтовый метод. Для того, чтобы вы сами поняли расстановку мобов. Как они ходят. Где их лучше бить. Ну, во всяком случае, я так считаю. Вот эту ходяшку можно спокойно пропустить рыцаря. Ожидаем пока отсюда отойдет оккультистка Агрим. И выводим вот сюда в проходик. Ребят, после чего спокойно их также забираем. Естественно, начинаем с арбалетчика. Заливаем вначале простых мобов. С курткой аккуратно. Не заагрите лишнего. То бишь наших ходяшек. Пока рыцарь пройдет полный круг. Мы спокойно успеваем зачистить эту пачку. Его трогать не обязательно. Он не агрится. Поэтому никаких проблем с ним возникнуть не должно. Забираем вот здесь одну ходяшку. И у нас, как вы видите, спокойно проход к боссику. Уже будет открыт. Где мы сможем поначалу, как мне кажется, для новичков, будет не лишним место для маневров. Либо же вам будет куда выбежать, чтобы отагрить босса, если вы поймете, что вы не справляетесь. Пробежав к боссу под инвизом и поджавшись к сундукам, у вас уже не будет возможности выбежать оттуда. Поэтому, друзья, я и советую вам такой метод. Поджиматься мы будем вот где стрелочка к этим сундукам. Вот здесь точка, где на нас никто, ничто не будет агриться. При убийстве мы начинаем забирать колдунью первой. Весь фокус на нее. И если поймем, что не справляемся, то будет не лишним выбежать обратно. Но главное забрать колдунью. После чего спокойно сможем забрать босса. Она ограничит поле нашего действия своим непонятным вот этим вот... кругами с проклятиями, которые как раз таки и будут нам портить всю малину. То есть, весь фокус на нее. Стараемся не получать лишнего дамага. Все, как только ее забрали, мы отходим сюда в проход. Тут, конечно, можно бить дальше лейтенанта. Но я бы советовал для начала, пока вы не привыкнете, таким вот сейвовым образом, чрезмерно поступать. Но, опять-таки, каждому свое. Если вы чувствуете свои силы, уверенность в том, что вы заберете, то можно сразу забирать, друзья. Я лишь, как всегда, покажу вам один из вариантов. Ну и, в частности, для новичков максимально сейвовый. Что ж такое проклятие зеленого сундука нас преследует сегодня? Ну, 116 тысяч. Конечно, лучше, чем 30, но не так уж и хорошо. Переспекиваемся в наш скип. Сет. Ожидаем отката способностей и продолжаем наш путь. Далее. Повторюсь, друзья, это экспериментальный ролик с такой подачей информации, где итоги сразу в начале и в дальнейшем разбивка по краткому билду, поскольку я показывал его в предыдущих роликах. И вот такое гайдовое показательное скипание. Пишите в комментариях, как вам такая подача информации, такой формат. Буду очень рад фидбэку, это поможет и упростить подачу информации для вашего удобства. Я покажу лишь один вариант скипа, то есть зеркально с левой стороны точно так же. Только стороны меняются с левой на правую. Ну, я думаю, это и так понятно. Мелкие сундучки можем чистить, можем не чистить. Друзья, сколько я их не чистил, в них ничего толкового нет. Но решает каждый для себя. Итак, двигаемся дальше. У нас впереди еще две точки интереса. Аккуратно просачиваемся и вэшку лучше сдавать уже изнутри комнаты. Вот здесь ходяшки, мы просто поджимаемся к вот этому балкончику, парапету и любуемся серым туманом внизу. Либо попытаемся подсмотреть, что там творится за окошком. Ходяшка отошел. Мы проходим сюда и ожидаем, пока отойдет вот эта барышня. Можно и не ожидать, прорываться, но я говорил, старайтесь не получать лишнего дамага. Сдаем вэшку, прыгаем к ушкой и поджимаемся в левую сторону. Сдаем плащик. И спокойно переожидаем. Можно прожать сапожки, как отошел ходяшка. И спокойно под инвизом пролететь и поджаться вот сюда. Под ступеньки, где спокойно переспекаться. И подождать отката способностей. После чего мы сможем забрать темных паладинов. Этого темного паладина лучше агрить, когда он находится между двумя пачками мобов, что стоят на ступенях. В дальнейшем мы поговорим о всех боссиках и мобчиках. Здесь нужно ожидать удара щитом. По сути, он после каждой способности бьет щитом, сбивая наши скиллы. Учитывайте это. По времени тайминг примерно 14-17 секунд. Бегаем аккуратно. Не агре лишнего. Вот видите, я попытался сдать вышку. И щитом он не сбил. Опять сбил. Если начали кастовать способность, лучше отойти. Прервав ее, мы не нанесем в полной мере дамага, но и не получим лишнего дамага сами. Забрав одного, пережидаем восстановление здоровья способностей и таким же образом забираем второго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зачистив двух темных палатинов... Ожидаем отката всех способностей и спокойно забираем избранную колдунью. Способность мы переставляем с проклятого луча на вражду. Это нужно для того, чтобы вы увидели, что мы не можем бить лучом. Можем зайти в нее, постоять, подамажить, откатить нашу куртку и бегаем. Главное бегать, друзья. Не лутая на себя темное проклятие и выведя ее в удобное для нас место. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По проклятию зеленого сундука. Теперь можно поджаться в это место, где стоял босик. Одеваем наш... Скип сет. И будем двигаться вот в эту крайнюю точку. Это последняя точка интереса, которая есть на первом этаже. Вот здесь, друзья, у статуи ждем пока бездушная оккультистка отвернется и стоит к статуе спиной. В этот момент мы можем спокойно протиснуться, не заагрив их. И двигаемся дальше. Здесь также можно постоять и подождать, пока вот эти вот барышни разойдутся. Протискиваясь здесь. Книжка заагрится, но нам от нее по сути не холодно, не жарко. Вот таким образом спокойно двигаемся дальше. Здесь, друзья, также можно, конечно, почистить вот этих вот барышень на ступеньках, затем все в центре комнаты. А можно просто поджаться вот сюда, под эту колонну, переспекаться. И подождать, пока у нас откатятся наши способности. Забираем примерно таким образом. Вначале эти две оккультистки, затем вот эти две. Затем книга в центре и потом уже сам барышень. Начинать можно произвольно с любой удобной для вас стороны. Я же начинаю вот единственное, что я не переставил вэшку. И об этом не стоит забывать. Переставляем нашу воду. Вэшку мы забрали с одной стороны. Теперь обходим не агря книгу и забираем с другой стороны. Я не знаю, бах это или нет, но иногда мы агрим две эти колдуньи и книжку, и ничего не происходит ровным счетом. А иногда бывает агрим книжку и агрятся те, что со ступенек. Либо когда книжка превращается в демона, так же агрятся те вокруг, поскольку у демона, который вылазит из книги, зона агра больше, чем у самой книги. Разные моменты получалось по-разному и книгу с демоном нужно удерживать строго в центре. Для того, чтобы с этим не геморроиться, можно забрать вот таким вот образом. Поджимаемся к той колонии, чтобы они немного подошли к нам. После чего спокойно заливаем. Не забываем о том, что мы можем своей курткой заагрить книжку. Этого не стоит допускать, друзья. Главное забрать колдунью. После чего мы можем спокойно применить нашу успокойку. Отагрить всех и восстановить свое здоровье, способности. После чего можно забрать вторую оккультистку. Получаться будет по-разному, поэтому требует навыков, способностей и понятия специфики данных действий. Я же показал вам все возможные варианты, которые могли с вами случиться. Вплоть до падений. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы зачистили всю комнату, как вы видите, мы сможем теперь спокойно забрать босса. И не важно, какого цвета он будет. Естественно, если это красная медалька, то используем жареный туманный окунь. Он хоть и дорогой, но используется крайне редко. И то я бы советовал вначале не настолько сильно утрачаться по финансам и использовать жареную свинину 7.1. Продолжение следует... Продолжение следует... И вновь проклятие зеленого сундука. Я не знаю, альбюн специально сидит кто-то там из админов такой. Ага, пишет материал для ролика. Ну, сейчас мы ему устроим. И давай вот это вот... Все с вашими зелеными сундуками. Ну... Друзья, после того, как переспекались, у нас все откатилось, мы поднимаемся, прыгаем за мобов и даем в них вэшку. После чего сворачиваем в уголок и движемся ко второму этажу. Помните, не агрите лишних мобов. Лучше заагрить одного, чем заагрить всех. Вот здесь спокойно отагриваем и пробегаем в центр комнаты. Где мы сможем спокойно восстановить наше здоровье, способности, энергию при необходимости и продолжить наши движения. Наша задача добраться до центра мостика, где также иногда бывает сундук с группой мобов. И вот где-то в этой точке прожать наши сапоги. Для того, чтобы под инвизом залететь сюда и здесь вдоль стеночки, мы спокойно зайдем на второй этаж, не агря лишнюю группу мобов. Ждем пока ходяшка отойдет, разминаемся с ней и спокойно вот здесь пробегаем. Просачиваясь между группой мобов. Один ворон это не такая уж большая. Нагрузка для нас, прыгаем вэшкой, даем ешку и прожимаем наши сапожки. Прижимаясь к этой стенке. После чего спокойно, вот так вот прижимаясь, каждый называет по-своему щечкой к стенке, облизывая стенку, обтирая стенку. Короче, помогаем наводить порядок. А вы думали, почему у них здесь никогда нету паутины? Такие вот искатели приключений бегают и наводят марафет. Ожидаем пока подойдет ходяшка, даем нашу вэшку, прыгаем кьюшкой и движемся в обеденный зал. Вдоль столов спокойно протискиваемся. Если нужно, можно прожать инвиз. Можно не прожимать, кому как удобнее. И спокойно переходим на второй этаж. Здесь, друзья, у нас точка интереса лишь одна. Вот здесь. Сундучки есть в этой комнатке, в этой комнатке, в центре. Ну, они мелкие. И, если честно, я за ними не охучу. Мы спокойно можем подойти вот сюда. Если нужно прожать суп, но, я думаю, вряд ли это кому-либо будет нужно. Как только ходяшка отходит, даем нашу вэшку, прыгаем с кьюшки. Можем сдать ешку именно здесь, в этом моменте. И, как только подходим к ступенькам, прожимаем нашу куртку, заходя вот в этот тамбур. Здесь мобы от нас все отагриваются, и мы спокойно движемся дальше, облизывая стенки. Помогая наводить тем самым чистоту. В этой комнате, друзья, если вы будете двигаться, нам нужно в любую из комнат или проходов, выходов с этой комнаты, идти по верхней, либо левой, кому как удобнее называйте, стороне. Что в одну, что в другую сторону. Внизу, друзья, вот здесь мы сможем спокойно пройти, но в этой части мы по-любому заагрим группу мобов, что стоит вот здесь. Поэтому, если нужно, то запомните, любые передвижения в этой комнате мы делаем верхние ее части. Здесь стоим и пережидаем, пока вот эти два молодца темных паладина отойдут. После чего спокойненько, потихонечку двигаемся за ними. Как только заагрили мобов, даем нашу вышку, ешку, прожимаем сапожки и залетаем в гости к босику. Поджимаемся к этой левой стенке и переспекиваемся. Вот здесь, друзья, в этой точке, в верхней, либо в левой, кому как удобнее. Стоим и гремим наши косточки. Как только босик отошел, мы можем спокойно забрать вот этих вот всех пёселей. Они на изи убиваются. И восстанавливаем наши способности. Можем сразу напасть на босика, он легкий, поскольку это желтая медалька. Но лучше привыкните к тому, что подождать, пока он сделает круг. За это время у нас восстановятся способности, здоровье, энергия. Для того, чтобы если это будет оранжевая или красная медалька, вы машинально не стали его продолжать бить. Ну а далее поступать каждому из вас, как ему уже будет подсказывать его опыт. И вновь зеленый сундук. Но, друзья, это рандом, и к этому стоит привыкнуть. Девять тысяч. Ну, вы все видели наглядно. Убийство босиков, маршруты движения. И все в таком роде. Далее поговорим о розыгрыше и босиках их способностях, если кому-либо это будет интересно. Ашемся наверх. Маунтапаемся и эркаемся в город. Выложив все лишнее с инвентаря. По сути, у нас пробежка принесла нам всего лишь полмиллиона. Ну, как я и говорил, друзья. От трехсот тысяч до миллионов и миллионов. Все зависит от рандома. Но вы сами видели наглядно, что, к сожалению, проклятие зеленого сундука преследовало меня во время записи материала. Также, друзья, не забывайте, что в рамках рубрики «Вся правда о данжах» и «Прибыли в них» проходят розыгрыши, для участия в которых вам нужно оставить комментарий, желательно сразу с игровым ником персонажа. На третий день после выхода ролика я при помощи рандомайзера определю победителя, пока только двух. В дальнейшем будет и третье место. Второй же розыгрыш данной рубрики для внимательных зрителей. Вам нужно отыскать и указать в комментариях три ошибки, что я допустил намеренно в ролике, из пяти оставленных. Разыгрываю ездовых маунтов, как всегда. В ролике будут показаны призы, что я уже разыграл в предыдущем ролике данной рубрики. Победители будут уведомлены во вкладке «Сообщество». Со скриншотами розыгрыша, видеопроцесс розыгрыша наглядно будет показан в последующем ролике данной рубрики. Всем удачи! И не забывайте проверять правильность написания игровых ников. Также вы получите письмо с уведомлением о подарке по внутриигровой почте. На видео вы также видите путь к призам. Друзья, ролик и так затянулся до неприличного, а поэтому наглядно разберем всех боссиков, мопчиков и пути их аннигиляции, как и способы, что с этим связаны. В следующем ролике данной рубрики «Статиках красных и черных земель». Напоминаю, друзья, мы лишь смотрели на активность и возможную прибыль в ней. Для общего развития и вашего понимания, что от нее можно ждать, как и для новых игроков узнать о данной активности поподробнее. Стоит она вашего внимания и времени или нет, решать только вам, друзья. Я же лишь могу помочь вам понять, что там может вас ожидать по прибыли. Пишите свои предложения, дополнения и вопросы в комментариях. А можем там, как всегда, с вами просто пообщаться или что-либо обсудить. И не забывайте, что по ссылочкам в описании на предыдущие уровни сложности можно познакомиться с билдом и тактикой зачистки. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком решать только вам, друзья, как и подписка на канал. Приятной всем нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч. Продолжение следует...